Простой трюк и масло во время жарки не будет брызгать во все стороны. Любая из хозяек отлично знает по собственному опыту, что такое раскаленное масло, вернее брызги от него. Ни за что на свете ни одна опытная хозяйка не станет доливать масло в сковородку, если в ней имеется хоть капля воды. А сколько каждая из них получает ожогов во время жарки чебуреков, оладьи, пирожков, если хоть капля жидкости попадет на раскаленное масло. С возрастом и опытом в том числе к этой боли уже привыкаешь и кажется, что нет ничего страшного. Бывает, куда ж деваться-то, доля такая, но все равно приятного мало. Есть выход. До последнего момента я думала именно так и была уверена, что нет никакого способа избежать брызг раскаленного в сковороде масла, кроме как внимательно следить за тем, чтобы в него не попадали капельки жидкости, воды, мясного сока и так далее. И вот совсем неожиданно подруга рассказала мне способ, как избежать брызг раскаленного масла. Во-первых, они не будут травмировать кожу на руках. Во-вторых, плита останется чистой, без мысленистых капель. Всего-то нужно на сухую, без капель воды, сковородку, прежде чем наливать масло, насыпать немного соли и все. Затем долить масло и готовить дальше, как обычно. Этот простой трюк позволит избавиться от брызг раскаленного масла. Немаловажный нюанс. Пищу, которую будете жарить на масле с добавлением соли, нужно немного недосолить. Достаточно добавить необходимые специи и приправы, так как мясо, котлеты и другие продукты впитывают в себя соль из масла. Попробуйте этот способ в действии, и вы поразитесь результату, как это случилось со мной. До стольких лет дожила, а про данную хитрость даже не знала. Соль в сковороде действительно предотвращает разбрызгивание масла. Плита остается чистая, а на руках нет ожогов. Спасибо подруге за этот отличный совет, иначе бы так и жила в полной уверенности в том, что от брызг раскаленного масла ничто не спасет. Как вам мой совет? Понравился или нет? Свои мысли пишите в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok